Друзья, всем привет! Наше приключение продолжается, и мы сейчас поехали в сторону Даламана. Мы были, короче говоря, сегодня провели ночь в поселочке Гочек. Он нам очень понравился. Это рай вообще яхтсменов и любителей красивых островов, всяких разных красивых вот таких бухт, лагун. Здесь действительно очень красивые такие спокойные лагуны, благодаря тому, что вот этот вот архипелаг из островов, он создает естественную такую бухточку здесь. И она вообще практически без волн, но очень глубокая. И поэтому яхтсмены любят это место. И вот я прям вижу здесь такие красивые пляжи песчаные. Сейчас, конечно же, мало людей зимой, но я думаю, летом это прям популярное-популярное будет место. Поэтому вот обратите внимание, с той стороны там прямо, с левой стороны будет Гочек, а туда, там за спиной у меня будет Даламан. Солнышко светит туда на бухту, поэтому сложно расцветить, но она очень крутая. И туда можно прям спуститься вниз на машине, если вы путешествуете на каком-то автодоме или еще на чем-то таком. И прям там кайфануть. Вот я вижу лодки, вода настолько прозрачная, лодки как будто бы парят просто над водой, потому что вода очень чистая, такая прозрачная, бирюзовая, очень красивая. И вот, соответственно, по этой дороге можно спуститься. Вот мы вот так вот приехали, как эта машина стоит. И здесь есть такая площадка большая. Здесь прям можно вот остановиться, такой кусочек дороги, прям можно остановиться и прям можно заночевать. Вот здесь вот костры люди жгут, там даже мусорный пакет кто-то мусор оставил. И, ну, вот вы, грубо говоря, будете вот с таким вот видом классным ночевать здесь. Конечно же, ни один отель вы с таким видом нигде не найдете, а вы прям можете здесь еще и барбекю себе сделать и все что угодно. И проснетесь с таким очаровательным видом. Очень много вот таких вот пляжей, всяких разных бухт, лагун. И не ко всем подходит дорога, соответственно, в некоторые бухточки, в некоторые пляжи можно только на корабле попасть. В этих горах здесь есть вот такое вот озеро, очень чистое, живописное, много зелени вокруг. И я думаю, даже можно найти где-то спуски рядом с этим озером. Возможно, провести какое-то время, покупаться тоже было бы, наверное, интересно. Оно находится немного выше уровня моря, я искал, информацию не нашел. Но найти его очень легко вообще, это озеро. Вот позади меня сейчас вот эти вот бухты находятся, в которых я только что снимал информацию. А прямо международный аэропорт Даламан. То есть вы можете приехать, прилететь, грубо говоря, из какой-то своей страны. И прямо сразу здесь поселиться, даже никуда не ехать, даже, ну, грубо говоря, не имея машины, где-то здесь провести время. Ну, конечно, иметь машину в Турции желательно. Озеро очень красивое, глубина до 40 метров доходит в некоторых местах. Прямо у нас город Даламан и аэропорт, соответственно. Вот если ехать по дороге, то дорога проходит вот по краю этого озера. Здесь хорошо видно, как вот этот вот островной архипелаг, он создает бухту такую. И сам по себе каждый остров очень красивый. И ко всему еще побережье тоже очень красивое. Вот, значит, Гочек, Даламан и вот это вот полуостров. Вообще, из моих наблюдений я заметил, что вот эти вот полуострова в Турции, это рядом с Фетхье был полуостров, вот здесь тоже, рядом с Даламаном, с аэропортом. Вот эти места, они очень хорошо подходят для самостоятельных путешественников, потому что там только пляжи и очень мало отелей, либо вообще нет отелей. Если вы путешествуете как-то на своей машине, на каком-то автобусе, на своем автодоме, то это место прям вам идеально будет подходить. Здесь тихо, здесь вы сможете огонь разводить в своих мангалах и сможете сами себе барбекю готовить. И нету вот этих толп сумасшедших туристов. Проезжаем вот здесь вот такие вот фермы или сады, выращивают апельсины, мандарины. И я купил вот этот вот мешок, я не знаю, там 2 или 3 килограмма апельсинов или мандаринов, но они очень сладкие будут по-любому, я знаю. И все это стоит 1 доллар. 500 тенге 3 килограмма апельсинов, свежих, прям вот только с грядки. Вот, это уже территория аэропорта. Аэропорта? Аэропорта или аэропорта? Аэропорта. В Даламане находится железнодорожный вокзал, точнее только здание вокзала, потому что расстояние до ближайшей железной дороги от города составляет не меньше 250 километров. А самое необычное то, что путей в Даламане никогда не было, и прокладывать их даже не собирались. Появился же вокзал в городе по нелепой случайности. В начале 20 века наместник Египта Паша Аббас Халими выкупил эти земли и распорядился построить в Даламане свою охотничью резиденцию, а плодородную почву использовал для выращивания сельскохозяйственных культур. Реализация проекта была поручена французским архитекторам, но кроме резиденции они также должны были воплотить еще один проект – возвести железнодорожный вокзал в Александрии, Египет. Каким-то странным образом все планы, строительные материалы и ресурсы для строительства двух этих объектов перепутались. И в 1905 году в Даламане появилось здание вокзала без железной дороги. Короче говоря, строители перепутали педали и построили вместо того, чтобы построить здесь охотничьи угодья какие-то, они построили здесь железнодорожный вокзал, хотя должны были его в Египте, в Александрии построить. И в общем где-то здесь есть этот вокзал, я не знаю, я, наверное, его искать не буду. Я думаю, мы поедем, посмотрим лучше. Сейчас здесь еще один пляж есть, очень красивый, прям с белым песком, как на островах. Следующий наш пляж в городе Сариджерме. Очень интересный пляж, входит тоже в рейтинг самых лучших пляжей Турции. И даже зимой здесь, я вам скажу, очень классно, вот люди вот так вот отдыхают. Сегодня праздник, а сегодня выходной день, поэтому многие... Пляж действительно крутой. Единственный, наверное, минус здесь будет, это то, что здесь открытая площадь, и дует ветер, волны, соответственно. Короче, они нас остановили, налили нам вина, и вообще все такое. Здесь гостеприимное, прям куда бы деться. Ну, мне нравится это место. Но зато этот пляж полностью утопает весь в зелени. Вот так вот. Это мы приехали оттуда, там через шлагбаум въезд. Скорее всего, будет платный въезд сюда. Летом мы проехали, там никого не было, но там есть шлагбаум. И еще, вот туда если поехать, там есть отель Хилтон. Мы сейчас тоже туда съездим, посмотрим этот отель, возможно, даже там остановим. И здесь где-то, я не знаю где, мы видели на фотографиях, прям такой белый белоснежный пляж. Возможно, скорее всего, это вот остров, и с той стороны, вот где лодки стоят, с той стороны этого острова, есть здесь прям такой белый пляж красивый. Вообще, здесь, наверное, через каждые 20-30 километров можно прям каждый день останавливаться и в новых местах, которые друг на друга не похожи, и проводить классно время, вот именно вот в этой области, когда вы поедете уже от Фетхии, да и до Фетхии, там есть Олимпос. В общем, все, что на запад, вот в ту сторону от Анталии, мест очень красивых, много интересных. Здесь большая парковка на этом пляже, бесплатная зимой. Я думаю, летом нужно будет заплатить. И вот такие вот здесь аллеи, прям много-много, прям тонет все в зелени. Там детские площадки есть, я думаю, кафе, бары, рестораны, естественно, тоже здесь все есть. И вот меня в Турции всегда умиляют то, что вот мы идем, тут же нас останавливают, тут же нам наливают, давай с нами выпей, давай с нами покушай. Естественно, я их тоже там угощаю, там мандаринами и апельсинами. И вот в этом вся заключается прелесть. Нет такого, что там каждый как-то сам по себе, еще что-то. Люди делятся каким-то позитивом, чем-то своим. Вот так он называется, этот пляж. Сарчит, сарщит. Я дам. Да блин, что вы выхватываете? Капец вы, оказывается, голодные. Едем в сторону Дальяна и проезжаем тоже горное еще одно озеро. Очень красивое. Вообще спокойное, спокойное. Ни одной волны и такое безмятежное. Как будто бы просто вот зеркало и все отражается. И вот там сейчас мы проехали. Очень много турков. Иностранцев нет. И вот турки любят вот такие вот места. Вот они куда-то едут. У них в каждой машине есть раскладной стол. Раскладной стол. И вот они останавливаются. И просто сидят и смотрят на это озеро. Хлебают свой чай. И все, им больше ничего не надо. Вот они вот. Живут здесь и сейчас. Ну вот одна машина. Карпедзиэм. И вот таких мест в Турции очень много. Вот мы едем и постоянно, каждый день обязательно какое-то такое место встречаем, где можно остановиться. И обязательно трактор, тракторист. И рядом сидит Женаеву на этом тракторе. Друзья, мы сейчас сделали остановку в городе Дальян. В небольшом таком городочке. Его еще называют Турецкая Венеция, потому что он расположен на дельте реки. И эта река впадает в Средиземное море. Здесь можно делать прогулки на вот таких вот лодках, яхтах. И многие отели, они находятся там, где нет дорог, и туда можно только добраться на этой лодке. Здесь вот находится город Дальян. Здесь есть Ликийские гробницы. Даже вот с театром есть, с античным место. А еще здесь есть в этих купаться в грязи. В основном все вот так вот расположено возле реки. И, соответственно, весь транспорт, он сосредоточен на вот этих вот лодках. Вот, друзья, здесь есть вот этот тоже черепаший пляж, чуть ли типа не самый крутой в Турции. Но на самом деле мы там были, и ничего особенного не увидели. Вот здесь есть гробницы, потом вот эти пещеры есть. В эти места во все можно только на лодки попасть, вот с бухты Дальяна. Можно, в общем, крабов синих ловить. И на этом, пожалуй, все достопримечательности заканчиваются. Ну и дайвинг еще. А если вот туда, в сторону моря смотреть, вот там есть утес, вот где-то здесь. Я на него поднимался. И там тоже есть анфитеатр и, в общем, музей под открытым небом. Всегда так любопытно оказываться в тех местах, в которых я уже побывал. И что самое интересное, когда я здесь был, мы тоже здесь гуляли с ребятами. Ну, мы сюда заходили на яхте. То есть наша яхта там стояла в бухте, и нас забрали оттуда на такой вот лодочке маленькой. И нас здесь катали. И я думал, вот как классно было бы, наверное, покататься на машине. В следующий раз покатаюсь на машине обязательно. И вот я сейчас здесь на машине, и совсем другие впечатления, все совсем по-другому. Друзья, мы нашли очень классненький здесь. Здесь уютненький такой отельчик в Дальяне. Здесь, тем более, будет сегодня еще живое выступление. Артисты будут выступать. Здесь будут огни жечь, костры жечь. И, короче говоря, я принял решение остаться здесь еще на одну ночь в этой части Турции. Вот такие у них здесь классненькие номера. Бассейн прям в центре отеля. И вот здесь, собственно, находится наш номер. Вот, выйти из этой комнаты. Маленькая кроватка, но, в принципе, ничего. Нормально. Отель не новый, но зато есть кондиционер, горячая вода и светлое белье. И, в принципе, это достаточно вообще, что может понадобиться. А, здесь еще шкаф есть большой такой. Ну и туалет. Не суперновый отель, я вам должен сказать. Но зато в этом отеле остановиться по системе либо half-board, либо full-board, либо все включено. Очень медленно мы продвигаемся по Турции, здесь, в этой части, потому что буквально на каждом шагу что-то мы интересное встречаем и не хотим ехать дальше. Я думал, мы будем уже давным-давно где-то в Марморисе, в Бодруме. И вот каждый день нам что-то встречается или мы хотим спать до обеда, и потом уже мало времени остается, чтобы ехать дальше. Я принял решение сегодня остановиться здесь, а завтра, я надеюсь, мы доедем до Мармориса. Плюс ко всему, еще и собака живет в этом отеле. Собака, и вот здесь они так красиво все украсили. И еще кошка в придачу. А вот вторая кошка. Причем здесь хозяева сделали ей вот такую качель, а она здесь на ней качается. Правда, надо чуть повыше подвешивать. И она будет вообще кайфовать. Наркоманская кошка. Игрушки. У нас, по-моему, люди так в Казахстане не живут, как здесь эти кошки живут, кайфуют. Нервничать, нервничать, злиться, 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 злиться. А, это Любимчик. Любимчик. Окей, тамам. Типичный, в общем, туристический городочек. Но сразу видно, что он отличается по уровню того, что здесь продают. И вообще, как здесь все сделано. Отличается сильно от гочека, в котором мы сегодня ночевали. Вот как раз наша машина здесь стоит. Кстати, хотел вам показать. Давно турки очень любят из пикапов делать вот такие вот машины для бездорожья. Оборудовать их всякими разными палатками. Скорее всего, даже это не просто палатка, а там можно спать. То есть, вот эта штучка, она сверху вот так поднимается, и там можно спать. Здесь еще домкрат есть, хайджек, чтобы колеса можно было менять. Потом вот сентраки специально подстилают, чтобы эти колеса не буксовали. Рокслайдеры вот такие есть, чтобы по камням. Но я, честно говоря, не совсем понимаю, куда можно здесь в Турции на такой машине заехать. У них тут и лебедка, и лифт, вообще все на свете. Вот эти колеса, они из-за того, что торчат, они очень сильно кидают грязь, закидывают, пачкают машину. И даже шноркель есть. То есть, по идее, он может погружаться на этой машине под воду. А вот здесь у него специальная штучка качать. То есть, компрессор оттуда выходит, он может эти колеса спускать и накачивать может. И на самом деле таких машин у них здесь очень много. Ну, я просто не знаю, куда на такой машине здесь можно заехать. Но здесь, конечно же, на зиму все закрывается. Почти 90% ресторанов, вот этих всех баров, они все закрыты на зиму, и людей очень мало. С одной стороны, это круто, потому что кипиша нет, но с другой стороны, конечно, атмосферы тоже такого праздника, отдыха тоже, конечно же, здесь нет. Вот они, друзья, эти гробницы Ликийские. И, соответственно, здесь вот так вот весь город на берегу этой речки находится. А вон там вот утес, на который я поднимался. Я не знаю, сколько это было даже лет назад. Наверное, 3 или 4, может, 5 лет назад я туда поднимался. У меня есть видео с дрона, с этого утеса. Бар, тоже на берегу реки, и они сделали из бетона, из кафеля вот такую вот штучку для собак. И туда постоянно поступает вода. Написано Dog Bar. С теплыми воспоминаниями об виске. Выходной день у них сегодня. И здесь такой большой парк. И прям внутри, в этом парке, вот такое кафе. Крал Кафе. Каунас. И очень много людей, на самом деле. Кто-то просто воду пьет, кто-то пиво, кто-то просто так сидит. Но я так подозреваю, что это центральный парк, и многие люди пришли порыбачить выходной день. Вот так вот турки проводят свои выходные. Культурно очень. Они очень любят домашних животных, всяких разных пород. И очень любят проводить время вот так вот на свежем воздухе, на природе. И обратите внимание, что никто не залипает в своих телефонах. Люди сидят, общаются. И общение полноценное, такое качественное. В любом турецком городе у них здесь обязательно будет набережная. Обязательно будет очень красивая набережная. С зелеными газонами, с зеленой травой, со всякими разными душами, туалетами, кафе, ресторанами. Причем вот эти вот кафе, они достаточно бюджетные. То есть вы там можете покушать. Даже, наверное, заплатите меньше, чем вы будете дома готовить. Я не знаю, как у них это получается, но цены весьма демократичные. Разные, конечно, есть места. Но в основном это немного все стоит. И вот это вот туалеты, каменное здание, это все бесплатные публичные туалеты.